Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите продолжается возведение новых социальных объектов на территории округа. Здесь был достаточно сложный рельеф, мы это понимаем, да, школа находится в непосредственной близости с водным объектом. Около кинотеатра «Искра» отметили День молодежи. Мы планируем погулять с друзьями, поиграть здесь в разные игры. В совхозе имени Ленина провели конкурс «Забег в ползунках». Задача родителей, чтобы ребенок не сбился, вовремя дополз, правильно дополз в правильном направлении. Продолжается возведение новых социальных объектов на территории округа. Один из них – школа в жилом комплексе «Эковидная-2.0». Современное здание планируется ввести в эксплуатацию уже в следующем году. В микрорайоне Купеленка полным ходом идет строительство школы на 1100 мест. Четырехэтажное образовательное учреждение общей площадью 17 тысяч квадратных метров расположено в жилом комплексе «Эковидная-2.0» и будет относиться к видновской школе номер 11. Учебное заведение будет состоять из двух зданий, объединенных между собой переходами. В одном корпусе средние и старшие классы, во втором – начальные. Мастерские, два физкультурных, читальные и актовые залы. Украшением школы станет просторный атриум. На сегодняшний день строительные работы выполнены на 75%. Проложены теплотрассы, подключены водоснабжение и электричество. Почти полностью готов фасад. На данный момент ведутся отделочные работы. На объекте сейчас на данный момент 135 человек. Из них плюсом техники 20 единиц. Это самосвалы, экскаваторы, грунтовые катки, автокраны. Ведутся работы на данный момент благоустройства. Бетонируем основания проездок путей. Планируем фундамент КПП. Школа располагается на земельном участке 16 гектаров, на берегу реки Купеленка. Уникальная прилегающая территория позволит разместить несколько многофункциональных зон для уроков физкультуры и других занятий разных направлений. Здесь был достаточно сложный рельеф. Мы это понимаем. Школа находится в непосредственной близости с водным объектом. Все эти обстоятельства и нюансы были учтены при проектировании. Это тоже было одним из таких ключевых аспектов, который сподвигнул проектировщиков отклониться вынужденно от таких типовых решений по Московской области. Все это будет вписано и в сложившуюся уже застройку. Все работы будут завершены до конца текущего года. И уже в первом квартале 2025-го школа откроет свои двери для учащихся. Инга Инчук, Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. С 10 по 30 июля в рамках культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота». Она организована Министерством культуры и Министерством образования России и направлена на популяризацию традиций народов. В этом году акция посвящена народным сказкам. Если вы и ваш ребенок любите не только читать, но и придумывать сказки, этот конкурс для вас. Чтобы принять в нем участие, необходимо сделать несколько шагов. Зарегистрироваться на портале культуродлешкольников.рф, чтобы у вас был личный кабинет. Записать видео с прочтением сказки в одной из трех номинаций. Сказки народов России, сказки русских писателей или моя авторская сказка. Загрузить видео на Яндекс.Диск, скопировать и сохранить ссылку на файл. С 10 по 30 июля отправить заявку на участие в акции в личном кабинете. Там же ввести ссылку на работу. По итогам акции экспертная комиссия выберет 30 наиболее интересных работ победителей, которые будут опубликованы на портале культуродлешкольников.рф. Главное управление региональной безопасности Московской области информирует о новом виде мошенничества. Стать жертвой злоумышленников можно, оказавшись завербованным в дропперы. Дропперы – это сообщники мошенников, которые выводят и обналичивают похищенные у граждан деньги. Они предоставляют злоумышленникам доступ к своим картам или онлайн-банку, а также передают мошенникам полученные от граждан деньги. Будущих дропперов находят в социальных сетях через мессенджеры или электронную почту. Так как дропперы являются сообщниками преступников, им может грозить уголовное преследование. Также их внесут в базу данных Банка России и ограничат доступ к онлайн-банкам и картам. В летнюю пору свежие фрукты и ягоды пользуются особым спросом. Торговые точки ежедневно собирают массу любителей колубники и черешня, а недобросовестные продавцы, пользуясь возможностью, производят сбыт продукции нелегально. В Ленинском округе прошел рейд, в ходе которого были проверены торговые точки на бульваре Зеленой аллеи. Сотрудники ОМВД России по Ленинскому округу совместно с представителями администрации выявили точки, на которых продукция реализовывалась незаконно. Участковые доставили в отдел полиции двух иностранных продавцов, которым придется выплатить штраф в размере 2000 рублей. Сейчас участковый подъедет, заберет вас в протокол составить. На первый раз штрафом отделайтесь, а повторно будет соговорение. О нарушениях, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности на территории муниципалитета, сообщайте в отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации округа по телефону 8 495 541 74 44 или по телефону дежурной части 8 495 549 0500. Работа по выявлению несанкционированной торговли в рамках соблюдения законодательства на территории округа будет продолжена. В Ленинском городском округе прошли мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи России. Одно из самых масштабных состоялось на территории около кинотеатра «Искра». Молодежный фестиваль включил в себя множество активностей и объединил юных жителей нашего округа. Ярко и активно отметили День молодежи в Видном. Это праздник юных, веселых, активных людей, у которых все только начинается. День молодежи – время расслабиться, отдохнуть и насладиться жарким летом. После нашего мероприятия молодежь, естественно, уже поедет в вузы, подавать документы, а сегодня им надо зарядиться силой, зарядиться энергией. Поэтому у нас сегодня работает очень много интересных городков, и молодежь, я думаю, себя сможет найти абсолютно в каждом городке и проявить себя и свои ладки. К организации праздника подошли креативно. В программе были представлены активности на любой вкус. Мастер-классы, спортивные соревнования, викторины, флешмобы, фотозоны и многое другое. Прекрасно, что наш город, в принципе, разбивается, что на каждом мероприятии есть активисты, которые готовы стоять, как вы сказали, своими островками. Все это делает наш город намного лучше. Я думаю, что такая традиция будет продолжаться в течение многих лет. Уличный фестиваль объединил разнообразные молодежные и образовательные организации, профессиональные и творческие сообщества округа, спортсменов, танцоров, фотографов, художников и волонтеров. Я давно волонтер, уже где-то почти два года. Был в том году на подобном мероприятии, был на Дне города. Близкая эта тематика, безумно нравится волонтерить. Я считаю, что это намного лучше, чем просто сидеть в такую прекрасную погоду дома. Жители Ленинского округа считают, что проведение Дня молодежи – добрая традиция, которую обязательно нужно сохранить. На фестиваль пришли не только подростки, но и много молодых и энергичных жителей, кто молод душой и кто захотел поделиться этой энергией с окружающими. Напоминать себе, что в мире есть очень много ярких событий, людей в целом, что можно также воспрянуть духом, уйти от этой рутины надоедливой и просто вдохнуть. Я комсомолка, какая была такая и осталась. У меня такой задор еще юношеский, еще с тех самых советских времен. Ни одного дня молодежи мы не пропустили за всю свою жизнь. Для нас это больше, чем праздник. Это момент объединения, посмотреть, какое количество людей, разных национальностей, разных конфессий, которые имеют возможность все вместе заниматься общим делом. Основная идея фестиваля – собрать вместе увлеченную своим делом, патриотически настроенную молодежь с традиционными духовно-нравственными ценностями. Организация «Движение первых» тоже приняла активное участие в мероприятии. Движение состоит для того, чтобы объединить всю молодежь нашей страны, потому что в нем проводятся все российские акции, в которых участвуют ребята из разных уголков России. И таким образом это объединяет нас. Мы все делаем одно общее дело. Праздник объединил молодежь округа. Ребята активно проводили время с друзьями, играли в настольные и видеоигры, разучивали танцы и участвовали в интеллектуальных конкурсах. Сейчас я планирую походить по разным станциям, посмотреть, что ребята здесь подготовили, повеселиться. Также вечером с ребятами мы думаем собраться в кафе, тоже как-то отметить на день дружно. Мы планируем погулять с друзьями, поиграть здесь в разные игры. Ну и потом встретить закат вместе. В общем, главное провести время вместе. Такие мероприятия не только развлекают, но и вдохновляют молодежь на развитие своих творческих способностей. Инга Янчук, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сотрудники Центра культуры поселка совхоза имени Ленина провели конкурс под названием «Забег в ползунках», посвященный Дню семьи, любви и верности. Узнала, кто пришел первым к финишу, наш корреспондент Юлия Стаферова. Соревнования для малышей «Забег в ползунках» организовали уже в девятый раз. Ежегодно он дарит море позитивных эмоций не только маленьким участникам, но и их родителям. Конкурс предназначен для детей от шести месяцев до года. По условиям забега ребенок должен быстрее всех преодолеть дистанцию длиной два метра. С помощью секундомера жюри определяло время, за которое участники проползали расстояние на специальных матах. Родителям была отведена своя роль. Задача родителей, чтобы ребенок не сбился, вовремя дополз, правильно дополз в правильном направлении. Поэтому они ему помогают всячески, их зовут, подбадривают, показывают всякие красивые штучки для того, чтобы ребенок быстрее преодолел свою дистанцию. Всего было шесть участников. Первое место заняла Ева Пекина. Ей один год. Мама Юлия очень волновалась за свою дочь, потому что это было ее первое соревнование в жизни. Я хочу, чтобы, когда лет через 20 я покажу это видео, чтобы она испытала такие же эмоции, чтобы в год она получила свой первый большой приз. Все участники забега в ползунках получили грамоты и подарки. Их вручали муниципальные депутаты, победители предварительного голосования партии «Единая Россия» Татьяна Вуевич, Мария Гаевская и Алена Кокоева. Также они пожелали всего самого наилучшего жителям округа. Хочется сказать, что семья – это наше все. Цените друг друга, любите друг друга, помогайте друг другу. Наши дети, наши близкие, родные – это все, что у нас есть. И хочется сказать, что важнее семьи нет ничего в жизни. Хочу всем пожелать, чтобы их близкие всегда были рядом, всегда было все благополучно, все были здоровы, счастливы. И почаще, чтобы все улыбались, обнимали друг друга, говорили друг другу слова любви. Для детей постарше организовали творческие мастер-классы и развлекательные игры, а местные исполнители смогли поднять настроение всем присутствующим. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Мирное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова